И всем тем помню, жив, он это чудо дарит. А пока за тихие звуки в сумра я начала... Вот так под аккомпанемент ансамбля Олега Овчаренко создается настоящая магия. И с виду ничем не примечательный двор превращается в целое арт-пространство. Идея такого оформления родилась у художника Сергея Баженова. Руководство филармонии обратилось в поисках волшебника, который за два дня сделает сказку из ничего. И вот мы нашли общий язык благодаря дружному коллективу филармонии. Мне очень помогали, очень креативно выдвигали свои идеи. Вот мы сделали великолепную сцену, украшение, которое видите, оно все сияет и переливается. А это сделано из обыкновенных материалов. У входа зрители встречали музыкальные инструменты, которые, по задумке, уже служили свой век. И теперь мирно отдыхают на песке. Концертную программу артисты выбирали, исходя из своих предпочтений. Мы выбрали программу, ту, которую нам хотелось бы сыграть самим. То есть, которая не приурочена каким-то датам, каким-то именам композиторов, а именно то, что мы хотели бы сегодня подарить зрителям. Курский зритель соскучился по концертам. Билеты раскупили всего за один день. Хотя мероприятие было под угрозой из-за действующих в регионе ограничений. Конечно, мы очень долго вынашивали идею. Только совсем недавно мы получили такое официальное разрешение на эти публичные концерты. Поэтому, наверное, мы могли бы и раньше это сделать. Но, в любом случае, это пилотный проект. Мы надеемся, что в будущем году, в будущем летом, в будущей весной мы это развернем намного масштабнее. Но пока все события разворачиваются здесь, на сцене во дворике Сверидовского. И после длительного музыкального затишья каждый аккорд дарит зрителям атмосферу праздника. Анастасия Шугаева, Максим Леонов, События дня.